Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели и зрители YouTube канала Центра Сангейтс. Мы сегодня беседуем с профессиональным астрологом Василием Мицкевичем, руководителем проекта основания и тема у нас в продолжении последней нашей программы, когда мы беседовали с двумя астрологами и там мы как-то каким-то образом сравнивали некоторые календари, в частности авистийский календарь, персидский календарь с обычным календарем. Но вот сегодня мы продолжаем говорить о календарях и это календарь мира. С точки зрения астрологии, естественно, вот летоисчисления, в том числе славянское, солнечный календарь и так далее. Ну и, естественно, слово у нас Василий Мицкевич. Здравствуйте, Василина! Здравствуйте! Рада приветствовать всех на нашем канале и на канале Сангейтс Радио. Ну, да, замечательно. У нас есть теперь уже и картинка, так что не просто голос, совершенно замечательно красивая женщина у нас на моем экране монитора, который вы увидите потом, дорогие друзья, на канале YouTube. Слушаем вас, Василина! Ну, я на самом деле хотела поговорить в продолжении прошлой передачи, во-первых, потому что там качество связи было не очень, вот люди жаловались, что что-то не расслышали, что-то не поняли. Поэтому немножечко мы повторимся где-то, но поговорим и в целом о том, как люди воспринимают язык цифр. Эта тема очень близкая Майклу. Он любитель нумерологии, даже, наверное, профессионал в некотором роде, даже больше, чем я и, может быть, наши радиослушатели. И Майкл может сказать о том, что язык цифр понимают все. Можно говорить на разных языках, русском, английском, украинском, но язык цифр понимают все. Поэтому мы поговорим именно о календарях, и о летоисчислении, и о том, кому сколько лет. Серьезно? Да, да. Кому сколько лет? Ну, хорошо. Давайте начнем с того, сколько лет астрологии? Астрология – самая древняя наука. Я так полагаю, что прошлая цивилизация оставила нам информацию об астрологии. А прошлая – это какая? Да, сколько лет астрологии сказать не могу, но больше семи тысяч. Больше семи тысяч лет. Почему я называю цифру больше семи, даже семи с половиной тысяч лет? Это примерно как раз наш возраст славянской цивилизации. Вы не знали? Вы удивлены? Я как раз таки считал, что я знаю, но я свое мнение, значит, мое летоисчисление, мое, вот как я это знаю, будем так говорить, измеряется гораздо большими цифрами, гораздо большими циклами. То есть, речь не идет о тысячах лет, и даже о сотнях тысяч лет не идет, но будем считать, что славянская цивилизация, как вы вот сейчас говорите, да, допустим, семь тысяч лет. Ну, у нас на календаре сейчас 2017 год. Кажется, откуда мы ведем отсчет? От Рождества Христова. Ну, что-то же было раньше. И что было раньше, описывает нам Ветхий Завет. Ну, где-то Тора описывает свое летоисчисление, китайцы там свое ведут. Кому-то пять тысяч лет. Но скажу, буду опираться на факты. В 1700 году от Рождества Христова Петр I издал указ, первый, как только стал царем, один из первых его указов был, замена календаря. Шел тогда 7208 год. И календарная реформа поменяла летоисчисление на 1700 год. То есть, сколько лет славянская цивилизация потеряла? Сейчас бы нам было 7525 лет. Сейчас бы шел 7525 год. А ведь язык цифр понимают все. Если бы Россия, славянская цивилизация заявила о себе с помощью цифр, что нам, что у нас идет 7525 год, то, наверное, никто бы не спорил, кто раньше родился, кто позже. Это факт. Долгое время можно было наблюдать в различных изданиях, когда писали от сотворения мира 7210 год, например, и от Рождества Христова 1700 какой-то там год. То есть это я не выдумала, это не слухи, не разговоры, а это факт, который можно найти в документах. Вот так. Так что нам, славянам, сейчас совсем не 2017, а намного больше. Если сравнить китайский год, сейчас у них, наверное, 5000 чем-то, да? Если обратиться к иудеям, у них тоже цивилизации от сотворения мира идет 5000 какой-то год. А у нас от сотворения мира 7525. Ну, у каждой народности, будем так, свое сотворение мира, будем считать. Ну, сотворение мира многие воспринимают, как Бог взял и создал землю. Вот. Сотворение мира имеется в виду совершенно другое. Да. Эта война шла, большая война монгольских, татаро-монгольских войск и славянских народов. И когда был заключен мир, вот и пошел отсчет времени. Сотворение мира – это не сотворение, когда Бог там что-то слепил, а именно когда был заключен мир между великими державами. Свидетельство этого события до сих пор на гербе Москвы. Георгий Победоносец своим копьем закалывает дракона. Это правда, да? То есть это очень древняя история, и она хранилась в языке вот именно таком цифровом. И мы взяли вот так вот и отрезали целых 7 тысяч лет от своей цивилизации. И поэтому у нас корни немножко подрубленные. Петр Первый отрезал. Мы ничего не отрезали. Ну, конечно, тогда люди возмущались, как так. Но потихоньку праздник за праздником. Тогда было так, чтобы не возмущались люди, чтобы не нервничали. Праздник, пиво, костры, гулянья и так далее. Вот так вот праздник за праздником, и никто возмущаться не стал. Всё-таки бесплатно что-то там давали, веселили, какие-то указы ещё хорошие были. Да. И, как говорил классик, так сказать, втянулись. Втянулись, тянулись. Хорошо, что эти свидетельства сохранились ещё в каких-то книгах, каких-то документах, что да, действительно, шёл тогда 7208 год. Совсем недавно это было. А вообще я хочу сказать о том, какими были славяне в те времена дохристианские и когда, в общем-то, христианство пришло на Русь. Славяне жили по своему летоисчислению, как мы выяснили, а также пользовались своими календарями. Год славянский начинался на равноденствие весеннее. И праздновалось очень серьёзное осеннее равноденствие. То есть новолетие начиналось весной, и такой же серьёзный, грандиозный праздник был осенью. Почему ещё и осенью? Потому что урожай собрали, начинался праздник свадеб. И длились эти праздники три месяца. И вот на Новый год, теперешний Новый год, вот как сейчас мы его празднуем, тоже были большие праздники, посвящённые детям. Вот на осеннее равноденствие начиналась пора свадеб. Ночи становились длиннее, и славяне чем занимались ночами? Понятно, что мы пытались. И не только славяне ночами занимались, понятно, чем. И приурочен Новый год наш, который мы празднуем 1 января, к детскому празднику. Проходили три месяца славянских, когда, в общем-то, всё было направлено на воспроизводство потомства. И праздник детям устраивали не только тем, которые маленькие, но и тем, которые должны родиться. Детям дарили подарки, устраивали игры для детей. И этот праздник, Новый год, как мы сейчас его справляем, 1 января или тогда 25 декабря, он был посвящён детям. И дальше 9 месяцев, в общем-то, тоже славяне уделяли очень серьёзное внимание тому, чтобы женщины благополучно доходили свой срок. И праздники, и обряды были связаны именно с этим. Потому что главная цель славянских племён языческих была именно воспроизводство потомства. новое поколение, дети. Даже могу рассказать, вот у нас скоро Масленица грядёт в этом году по христианскому календарю, получается, Масленица ранняя. Но славяне праздновали Масленицу за неделю до равноденствия, до славянского Нового года. И считалось, что это проводы зимы, встреча весны. Но не только это. Пекли блины, и считалось, что блины – это символ солнца. Но блины были ещё символом беременных женщин, животиков круглых, чтобы всё было благополучно. И блины были именно с маслом. Булочки круглые были такие, тоже пышные, с маслом и с начинкой, для того, чтобы роды уже проходили по маслу. Ну, это не… Может быть, к делу не относится, но сейчас, по-моему, не знаю, как раньше, опять же, но сейчас начинка у нас, ну, или не начинка, но, скажем так, икра. Это было? Красная? Да, любая, собственно говоря. И красная, и чёрная, неважно. Сейчас как-то вот так масленицу я почему-то вот с икрой отмечаю. Это была такая традиция или это традиция современного, скажем так, людо? А вот надо выяснить, но это очень даже интересно, потому что икра – это же как раз-таки потомство. Ну да. Тоже относится как раз-таки к воспроизводству. А что может быть важнее вообще для человека, чем сохранение рода? Кто-то может назвать более весомую, более значимую цель? Я думаю, что нет. Вот именно, наверное, икра здесь какую-то роль играла, не потому что там, скажем, это вкусно, но как-то вот так повелось. Вот блины с икрой, кстати. Вот, наверное, вот оттуда вот русская традиция, потому что это не только, скажем, на Руси, это и в других странах, государствах, и там, скажем, вот я бывал в некоторых странах, там подают вот блины с икрой. Ну вот это очень-очень вписывается в те циклы, которых передерживались славяне древние. Им важно было, чтобы женщины вовремя родили, потому что потом же начинается урожай, уборка, там, воссе, все должны работать, ребенок уже должен там где-то в колбельке, все по циклам, все было распределено, все четко. И во всех этих циклах, конечно, прослеживается логика. Вот. Это о славянском календаре. Я вот знаю, что сейчас где-то проходят переговоры по Сирии, и встречается представитель персов, представитель Ирана на этих переговорах. То есть у них свой календарь? У них сейчас свой календарь. Вот они встречаются по своему календарю, я так полагаю. Да, да. Вот не помню, наверное, у них 3000 какой-то год, ой, нет, нет, вручу, 1300 какой-то год по персидскому календарю. От Рождества? От Рождества. Другого. У них нет Рождества. У них нет Рождества, понятно. Переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. У них от этого летоисчисления, от этого события. И все документы, которые они подписывают, они подписывают этой датой своей, а там уже автоматически переводится на наш традиционный календарь. Они тоже, они поддерживаются своего календаря. А вот в чем разница между этими календарями и в чем соответствие? То есть можно ли сравнивать эти календари? Ну, к примеру, года можно пересчитать. Вот, скажем, год такой-то можно пересчитать, просуммировать и определить под влиянием какой, скажем, планеты год находится. Вот просто, грубо говоря, вот у нас 2017 год. 2017 год, это, ну, солнечный год, будем так говорить. Если я просуммирую все цифры, я приду к цифре 1, и это будет 1, это Солнце. Ну, еще раз, по восточной системе. Точно такое же соответствие может быть, еще раз, теоретически, может быть где-то в других календарях. Так вот, в чем разница, в чем отличие? Ну, отличие, отличие в цифрах, в первую очередь, в религии, вот, в том, насколько они хранят свою историю, а разница, общее, общее, у нас то, что эти календари и славянский, и персидский привязаны к солнечному циклу. То есть, если мы берем вот этот вот ярмарочный вариант китайского гороскопа, он привязан к лунному циклу. Начинается на новолуние, а солнечный календарь персидский начинается на равноденствие, когда Солнце входит в первый градус Овна. Вот это у нас общее. Ну, и, скажем так, в религиях, может быть, тоже у нас на данный момент много общего, и мы идем в каком-то таком направлении похожем, может быть, менталитет у нас чем-то похож. Просто персы, они, конечно же, более южные, что-то у них более агрессивное, может быть, более радикальное. У нас помягче, у нас еще и христианство несколько различается, у нас множество религий. Но общее в календарях то, что это солнечный цикл. В Иране называется солнечная хиджра. Кстати, создатель иранского календаря Амар Хаям, которого мы знаем как поэта. Он был еще и астрологом, астрономом и математиком. И именно он этот календарь и создал. Вот, ну, просто так, для информации. Да. Потому что мы же знаем, знаем Амара Хаяма как любителя вина и поэта. И поэта, да. И создателя хаджина Средин. Ну и циклы. В общем-то, китайский календарь условно считается, что основан на обращении Юпитера вокруг Солнца. А что касается персидского календаря и славянского, то не привяжешь его ни к Юпитеру, ни к Сатурну. Цикл Сатурна 29,5 лет. А календарь имеет цикл 32 года. То есть, можно сказать, привязан к циклу Сатурна, но это будет такая вот притянутая за уши информация. Но в числе 32 есть такая тайна, секрет. Если 32 умножить на 3,14, число Пи, то получается круглое число 100. Если 32 поделить на 3,14, на число Пи, то получается 10, круглое число. Кроме 32, такого, конечно, нет числа, чтобы получались круглые. А само число Пи связано именно с окружностью. Поэтому это выход на какое-то круглое число. Это одна из тайн числа 32. Что говорит о том, что в цикле 32 заложен очень большой смысл и очень много информации тебе этот календарь должен таить. Ну, если вы упоминали Сатурн, правильно? Вы упоминали Сатурн в этой связи. Девять с половиной лет цикл обращения Сатурна вокруг Солнца. Если я 32 разделен на 4, я получу 8. А 8, скажем, по физической нумерологии, это и есть Сатурн. Ну, вот, похоже. Дело в том, что Сатурн соединяется примерно... Вот 32 есть число Сатурна, 32. Соединение Сатурна с Плутоном варьируется 7 циклов. То есть число 7 фигурирует. 7 циклов на убывание, 7 циклов на возрастание. От 32 лет до 37, по-моему, 37, Сатурн соединяется с Плутоном. Либо с какими-то объектами Койпера. Конечно, Плутон открыт в те времена не был. Однако цикл 32 года уже был. Так что очень продвинутые календари, которые опираются на число 32. Это очень серьезно и очень важно.